Добрый вечер, это программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Как всегда, по вторникам «Археология – человек». Для начала немного Пастернака. Однажды Гегель неонороком, и, вероятно, наугад, назвал историка пророком, предсказывающим назад. Пастернак здесь ошибался. Сказал это не Гегель, а Шлегель. Гегель, Шлегель, Гоголь, Моголь. В общем, ну, не ошибся он в одном. Не ошибся он в одном в том, что, действительно, историки очень часто предсказывают назад. Не случайно французы называют историком «le prophète de passé» – «пророк прошлого». Не «пророк будущего», а «пророк прошлого». И в самом деле, даже если взять исторические, далёкие корни вот этой вот профессии, этого занятия, то «клио» в греческой мифологии – это муза истории. Муза подобна там музицированию, подобна поэзии. То есть она – это муза, изображённая со свитком в руках. И слово «клео» происходит от слова «прославлять». То есть это муза, прославляющая неких славных правителей прошлого. Ну так вот, давайте сегодня в археологии попытаемся копнуть и понять, что такое история. Это искусство прославления или искусство некого приближения к истине, к исторической правде? Кто пишет историю вот в этом свитке? Кто такие историки? Обладают ли они монополией на историческое знание? В общем, тема нашей сегодняшней профессии – историк. И в гостях у нас историк Сергей Иванов, профессор высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук. Добрый вечер, Сергей Иванович. Здравствуйте. Ну так вот, по-гусерлевски сразу поставим вопрос. Является ли история строгой наукой? Или свободным искусством, вот как предполагает такая легкомысленная музыка «Лео»? Ну, строгой наукой она не является, она в других языках и называется, да, иначе. Ведь наука – science, да, а у нас с вами то, что называется – humanities. То есть это разные вещи, да, и разные критерии точности. Тем не менее, если говорить о таких критериях научности, как, ну, система доказательств, некие правила, процедуры, система воспроизведения, предложение получить тот же результат, посмотрев на те или иные данные, ссылки на предшественников, спор, понятие источника, его максимально четкое определение, то тут есть какие-то критерии, которые, пожалуй, позволяют действительно называть историю наукой, хотя, разумеется, всё равно не в естественном научном смысле. Не в естественном смысле. Но даже, может быть, и если с другим, и humanity сравнить, скажем, там, с филологией, с языкознанием. Вот я тут выписал такой, есть историк Хью Тревор Роппер, он говорит, что для понимания истории нужно воображение, поэтому это не наука, а искусство. То есть в любом случае требуется некий такой акт креативной воображения. Ну, разные части истории разного воображения требуют. Разумеется, история менее строгая наука, чем лингвистика. Это безусловно. Лингвистика стоит на грани sciences и humanities, конечно. Но если говорить о филологии, то тут уже, в общем, я думаю, разницы особой нет. Что касается истории, то внутри неё есть такая вещь, как археология. Она гораздо более, естественно, материальная, её там, по плоды можно потрогать, там широко применяются геологические методы, то есть методы естественных наук, там, радиоуглеродный анализ, то есть, значит, историко-химический, значит, всякие подходы, стратеграфия чрезвычайно скрупулёзная, выстраивание, дендрохронология и прочие разные вещи из области sciences. По растениям, да, дендрохронология, грубо говоря, по кольцам деревьев. Да, по толщине колец деревьев. Можно очень точно выстраивать, значит, шкалу мостовых или деревянных построек и так далее. Так что там есть эти элементы. Но когда мы имеем дело с текстами, мы, естественно, имеем дело с произведением людей. Люди склонны ошибаться, люди склонны врать, естественно, во все времена. Задача историка по возможности поймать их на вранье, противопосвести их на очную ставку между собой и так далее. Опять-таки здесь есть разные сферы этого цеха. Есть люди, которые просто ищут неопубликованные тексты, их публикуют. И таких людей очень много. И я, занимающийся средневековой историей, вообще говоря, даже просто не очень хорошо понимаю своих коллег из области новейшей истории, как же они ориентируются в таком бесконечном количестве источников. Значит, у них проблема, как выбрать источник из миллионов, да? Почему этот документ важнее, чем миллионы других? А все миллиарды документов ни один человек, значит, сопоставить не может. Ну, вот в области древности появление новых текстов большая редкость. Тоже бывает, но редкость. В области средневекового и раннего нового времени, возможно, ситуация, за это я, собственно, люблю этот период, им сам занимаюсь, что можно найти неизвестный ранее документ, и всякий новый документ, раз введенный в научный оборот, заставляет по-новому посмотреть на многие другие документы. И это одно из самых больших удовольствий. Ну, вот для меня лично, безусловно, когда я вдруг там в историческом музее в Москве, в отделе рукописи, вдруг нахожу какой-то византийский текст, на который раньше ничего, внимание как-то не упало. Это ни с чем не сравнимое счастье. И возможность опубликовать такой документ, это удовольствие тоже, и это самая высокая оценка, так сказать, если правильно ты это делаешь, для историка. Ну вот, а дальше начинается сфера интерпретации, тут уж, конечно, многое зависит, разумеется, и от воображения, о котором вы сказали. История в этом смысле, это, вот как ее сравнить, это некий полемпсест, книга, которая переписывается поверх каждый раз заново, или это кумулятивное знание? То есть, вот скажем, вот ваш период, вот византийская древность, накапливается десятилетия за десятилетиям, столетия за столетиям, и вы, не отрицая работы своих предшественников, как бы кумулятивно вот это знание накапливаете? Да, в нашей сфере, несомненно, это так. Среди моих коллег совершенно не диво ссылаться на работу, написанную 150 лет назад. Бывают тексты, которые были в первый раз опубликованы в начале XIX века, или даже в XVIII веке, и с тех пор не переиздавались. Ну, такое бывает. Так что ссылка на работу людей, которые жили за сто лет до этого в нашей сфере, не диво. Правда, разумеется, именно когда речь идет о какой-то конкретной вещи, о каком-то установлении конкретного факта. А если речь идет о теориях, о каких-то объяснительных системах, то они, конечно, гораздо более скоропортящийся продукт. Тут уже вряд ли кто-нибудь будет ссылаться на работу столетней давности. В этом смысле история переписывается, поскольку человечество меняется и ставит новые вопросы перед самим собой, а значит, и перед историей. Ну да, здесь еще одну цитату. Вот я хочу привести Бенедетта Кротча. «Вся история – это современная история». То есть историк, получается, своего рода – это переводчик, интерпретатор, который каждый раз из современной ему эпохи задает вопросы к прошлому и как бы переинтерпретирует прошлое. Да, но ведь понимание и есть, собственно, это понимание, понимание – это транспонирование в категории твоего собственного понимания, твоей собственной понятийной системы. В этом смысле иначе собственной понятий нельзя. Что такое понятие? Ровно это встроит в систему своего видения мира. Конечно. И вот отсюда, наверное, берется вот это вот обвинение историков в том, что они постоянно пересматривают и переписывают, и, собственно, повинуясь задачам сегодняшнего дня и сегодняшней политики. А вот это, мне кажется, уже лукавство. Здесь, по-моему, нужно провести строгую грань. Человек не может выскочить из своего времени. Это правда. Человек не может перестать сыном быть своего времени. Это правда. И в этом смысле он, ну как вам сказать, он добросовестно заблуждается, думая, что он сказал все. Конечно, он сам должен понимать, что он сказал не все, что придет новое поколение и задаст источникам даже тем же самым другие вопросы. Но это совершенно не то же самое, что бесстыдное политиканство на историческом материале, когда люди сознательным образом искажают в угоду политической конъюнктуре. И вот это сознательное вранье должно всегда быть уличено и выкорчевано, ну, по возможности выкорчевано. Это совсем не то же самое. Ну, вот я не знаю. Взять хотя бы один пример конкретный. Ледовое побоище. Вот как нам его понимают? С одной стороны, это некий такой, то, что называется, foundational myth, миф-основание российского государства, да еще так явно направленный против Запада, и взять фильм Эйзенштейна и так далее. Александра Невская и там Кантату Прокофьева. В общем, триумф русской государственности. С другой стороны, как все последнее время выясняется, это была небольшая приграничная стычка, где там с той стороны были не какие-то гигантские полчища псов-рыцарей, а просто передовой разведывательный отряд, насколько я понимаю, там пара десятков человек, с минимальными потерями с обеих сторон. И таких стычек там на границе с Тевтонским орденом были десятки. Ну, тут нужно, и это, по-моему, уже сделано, вышло и даже, по-моему, переведено на русский язык, работа, в которой анализируется именно история восприятия ледового побоища в русской истории. И это вполне само по себе очень интересно, как эта маленькая стычка росла в своем значении, какое место этот миф занимал в вопросе о месте Руси между Западом и Востоком, что нужно было, на самом деле, воевать с Западом, потому что с Востоком нас не разделяют такие непримиримые противоречия, и так далее, и так далее. Это своя история. К, собственно, XIII веку она имеет маленькое отношение. Но этим можно заниматься и, ну, так сказать, увеличив масштаб, просто присмотревшись к самому этому событию, можно, в конце концов, ну, на дне Чудского озера можно найти реальные какие-то, значит, остатки оружия, ну, можно посмотреть, сколько народу умещалось около этого камня пресловутого и так далее. И эта работа вполне... То есть для человека, который желает отринуть от себя все политические коннотации, это вполне возможно, и это тоже сделано, конечно. Но в любом случае, наверное, интерпретация вот этого всего все равно она будет оставаться политически-идеологически заряженной, как, я не знаю, там, ну, то же самое взять, крещение Руси, то же самое, не знаю, ближе, пакт Молотова-Риббентропа. То есть в любом случае мы можем, так сказать, всю полноту документов, да, и археологии раскрыть, но все равно интерпретация останется у нас в руках. Вы знаете, ну, историк, не знаю, не отвечает за последствия своих открытий, да, и он должен честно делать свою работу, а другие люди все равно попытаются это исказить или поставить себе на службу. Мне кажется, что надо от этого немножко отрешиться. Да, это неизбежно, да, плодами наших трудов воспользуются другие подчас недобросовестные люди. Главное, чтобы наша собственная совесть была чиста. Ну да, здесь, ну, то есть, завершая вот эту вот часть нашей передачи, историк все-таки, как вот вы сформулируете, он ищет некую историческую правду? Существует ли вот эта историческая правда? Или правда всегда будет дана нам в интерпретации? Ну, нам будет видна только часть правды, конечно, но, тем не менее, я оптимист в этом смысле и считаю, что, тем не менее, несмотря на то, что интерпретации меняются, мы сегодня знаем о прошлом больше, чем знали вчера. И завтра будем знать еще больше. Происходит, крот истории роет медленно. И это относится не только к историческому процессу, но и к работе историка. Факты накапливаются медленно, тем не менее, вводятся в научный оборот новые тексты, находят новые надписи, выкапывают новые черепки и так далее. И в этом смысле, я думаю, что в целом наше знание прирастает. Крот истории. Вот тут мы уже процессировали все-таки не Шлегеля, но точно Гегеля. Историк Сергей Иванов у нас сегодня в студии. Прервемся на пару минут. И снова добрый вечер. Сегодня у нас в гостях Сергей Иванов, историк, профессор Высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник Института славяноведения Академии наук. Это программа «Археология» и я, Сергей Медведев. Является ли история строгой наукой или интерпретацией некого знания о прошлом? Говорим об этом сегодня. Сергей Аркадьевич, а кто обладает вообще монополией на рассказывании историй? Да, ведь даже по-английски, посмотрите, история – это story, да? Это рассказ. Обладает ли ей профессиональный историк, облеченный всей этой, так сказать, властью институтов, своим образованием, властью институции? Или человек, участник самих событий? Вот, скажем, сейчас у нас годовщина Сталинградской битвы, вскрываются там письма немцев из котла, письма советских солдат. Как вот это вот? Тем более сейчас, особенно когда эта история стала настолько популярной, и появляется очень много вот такой вот любительской истории, люди раскапывают семейные архивы. Знаете, ну, мне здесь не нравится слово «монополия». Историк-монополист истины лишь постольку, поскольку он вооружен всем набором инструментов и источников. И это не то, что это специальный цех, как вот любят представлять дело какие-нибудь, например, поклонники академика Фоменко, в них ночью будет помянут, что вот сидит какая-то каста, которая вот монополизировала эту самую историческую знание. Ничего подобного. Если вы, любой человек, собственно, даст себе труд преодолеть вот всю эту толщу книг, рукописей, источников, интерпретаций, споров, пожалуйста, добро пожаловать в наш круг. Но только надо разговаривать на научном языке с нами. Вот и все. Не надо говорить, что мы выработаем свой другой язык и на нем напишем свою историю. Вот так не бывает. В частности, не бывает, чтобы не вступать в полемику, чего они совсем эти самые фоменкианцы не умеют и не любят делать. Вот. Значит, монополии нету. Есть, безусловно, набор требований очень жестких к профессионализму. Это так. И, разумеется, участник не является историком ровно в той же степени, в какой рыба не является их теологом. Рыба является объектом. И в этом смысле очевидец, как бы искренне он не верил в то, что то, что он видел своими глазами, это последняя истина, он, на самом деле, лишь ничтожная частичка этой источниковой структуры. Мы его жалеем, что ему кажется, что он знает правду, а ему не верят. Но мы понимаем, что и годы проходят, и человек видит лишь малую часть всего. В конце концов, уже на наших глазах свершалась тоже значительная часть истории. Я участник событий 91-го года, но никаким образом не буду претендовать на то, что мне принадлежит как-то специально истинное знание об этих событиях. Ну да, то есть и вы могли бы презентовать на какую-то большую истину, если бы вы специально занялись этой задачей, там сидели бы в архивах, опросили бы, не знаю, людей со всех вовлечённых сторон и так далее. Разумеется. То есть некий шаг к объективации. Но, тем не менее, всё-таки возникает последние десятилетия в истории такая, да, микрореволюция к истории повседневности, да, история семей, социальная история. То есть все эти альтернативные, да, альтер-история и история, это больше небольшой нарратив, который пишет государство про королей, про великие битвы и победы. Это правда. Действительно, и вообще есть такое, так сказать, высказывание, что вообще политическая история мертва, что тут ничего нового не скажешь. И такая точка зрения имеет право на существование. И действительно, людям, и в этом смысле я очень приветствую и микроисторию, и историю культуры. Всё это мне очень нравится. Мне только не нравится, пожалуй, когда, грубо говоря, не нравится подход, вот популярный среди многих, который, ну, наилучшим своим воплощением имеет Карла Гинсбурга, который говорит, что вообще не бывает ничего большого. Большого всё равно ничего понять нельзя, чего там было, никому не дано знать. А вот давайте мы вот увидим какой-нибудь маленький осколочек и будем его рассматривать. Мне кажется, что это капитуляция историка, и она вот, она вещь тупиковая, потому что всё-таки наше сознание устроено неким интегристским образом, и человек всё-таки неизбежно стремится сделать некоторое обобщение, пусть не очень большое, но всё-таки связать один факт с другим. Один факт сам по себе, мы даже не знаем, какого он размера. И одну вещь никогда не с чем сравнить. Ну да, здесь вот то, что Марк Блок в аналах говорил, что реконструкция истории в объёме, некое, так сказать, такое более целостное знание. А как вам, опять-таки, мода последних десятилетий на исторические реконструкции, всё это движение реконструкторов? Насколько они приближают нас? Ну, по-моему, не на шаг. Мне кажется, ровно не на шаг. В такой же степени, в какой, к сожалению, восстановление древних построек, да, или церквей, например, в соответствии с буйной фантазией восстановителя, отражает только эту фантазию. Потому что, собственно, история ценна нам ровно постольку, поскольку она показывает нам людей на нас непохожих. То есть в чём-то похожих, просто хотя бы по модулю того, что все мы люди, да? Все мы люди, и все мы обречены смерти. И все так или иначе решают эту проблему. Что мы вот сейчас живём, а потом умрём, а что это значит, никто не знает. Вот. И разные люди всегда сталкивались с этой проблемой. В этом смысле мы братья. С нашими предками мы товарищи по несчастью. Но в остальном, во всём, эту проблему все решают по-разному совершенно. Совершенно по-разному. И подставлять на место очень тусклого стекла изумительное блестящее зеркало не есть решение проблемы. Понятно. А как вообще, вот в связи с реконструкциями, в связи с модой на семейные истории, вы воспринимаете нынешнюю моду на историю? Вот, ну, я поясню немножко. Даже, вот, скажем, машины, которые последние там пять лет спасибо деду за победу. На Берлин. Ни шагу назад. Там пишут, так сказать, георгиевские ленточки. А приходит спам мне постоянно. Восстановим историю вашей фамилии. Найдём историю вашей фамилии. Мигает какой-то баннер такая, там, девушка полицейская, значит, там, вот, пробьём по всем базам, скажем. Но ведь это же тоже часть истории, да? Неожиданная такая мода. Мне кажется, что опять тут нужно разводить вещи. Восстановление фамилии благороднейшая вещь. Очень интересно. Всякий человек, по-моему, должен быть заинтересован узнать, что у него какие-то предки, которые вдруг, вот, у меня есть какой-то молодой коллега, у которого обнаружились вдруг совершенно неожиданно предки в Бразилии. Выяснилось, что они одинаково потомки каких-то пиратов, которые разъехались в разные стороны. Вот, это всё ужасно интересно и очень позволяет потрогать историю именно в её реальности, в её как-вот огнедышащей реальности. И совсем другое дело, ещё раз я говорю, политическая спекуляция. Ну, так сложилось, что у нас травма исторического сознания, у наших соотечественников. Так сложилось, что за последние 80 лет нам, в сущности, нечем гордиться, кроме как победой и Гагарином, да? Всё остальное кровоточащая рана. От этого, вместо того, чтобы постепенно уходить в прошлое, история Второй мировой войны делается всё более и более важным фактором. Это нерадостная вещь. Нерадостная, потому что то, что было однозначно в 45-м году, сейчас уже гораздо менее однозначно. А оно, мне кажется, в глазах наших соотечественников только прибавляет в однозначности, что идёт просто ровно наперекосяк тому, как всё должно быть, да, как всё происходит в жизни одного человека и в жизни человечества. Как-то раны, боль уходит, затягивается. На место боли острой приходит желание спокойнее разобраться, подумать, как это было. То, что казалось кощунством 50 лет назад, сегодня уже не кощунство. А у нас как будто то же самое кощунство. Это неправильно, это признак глубокой травмы. Вот здесь, мне кажется, то же самое сейчас мы в самой сердцевине дискуссии относительно переименования Сталинграда, Волгограда в Сталинград на шесть дней, вот эти шесть дней в году. Как ваше отношение к этой инициативе? Ну, всё это довольно ужасно. Если бы, в конце концов, если бы он всегда назывался Сталинград, ну, мы бы привыкли точно так же, как мы бы привыкли, если бы на площади Лубянской по-прежнему торчал памятник Дзержинскому. Если бы он всегда там был, никто бы про него и не думал, он был бы частью пейзажа. Но вот, коль скоро его уже сняли, и это было знаковым событием, то вот поставить его назад, это событие сто крат более знаковое. То же самое со Сталинградом. Всё-таки, ну, это что-то совершенно чудовищное. Это значит сказать, что на шесть дней, но мы, тем не менее, провозглашаем как-то Сталина кумиром нашего народа. И это имеет очень печальные последствия, к сожалению. Я не вспоминаю, пару дней назад Николай Сванит запубликовал такую достаточно яростную статью под названием «Сталин – палач Сталинграда». То есть, по сути, здесь даже мы, упоминая имя Сталина, оскорбляем имя жертв, имена жертв павших в Сталинграде. Хотя, конечно, многие говорят, что здесь мы упоминаем не Сталина, а упоминаем Сталинградскую битву. В конце концов, там в Париже есть бульвар Сталинград. Да, да, есть, конечно. Я и говорю, что если бы он всегда назывался этот город Сталинград в воспоминании о Сталинградской битве, то, наверное, кто-то возмущался бы, но это давно уже стерлось бы постепенно. Но действительно, этот акт переименования и обратного переименования, вот это уже совсем другая история. Это, по-моему, да, нигде в истории не было. А вот это вот что-то... На шесть дней. Это уже с Ленинградом можно поиграть, на сколько-то, на какие-то дни, там, блокадные памятные даты Петербург в Ленинград переименовать, а на какие-то годы, на какие-то в Петроград переименовать, скажем, на даты Первой мировой войны. Конечно. Нет, вообще, это как ничто, это прыгание туда-сюда как ничто свидетельствует о том, что с историческим сознанием в нашей стране очень большие проблемы. Очень-очень большие. Вот это вот главная тема, о которой я хотел с вами поговорить. Откуда берутся вот эта вот, ну, так скажем, неглубина исторической памяти, невероятное отсутствие чувства корней? Потому что мне кажется, что здесь дело даже не в XX веке, не в травме коммунистического разлома, а гораздо шире. Это вот немножко то, о чём Чаодаев говорил в своём философическом письме, о том, что у русских нет исторической памяти, о том, что вот наше какое-то детское сознание, мы себя не осознаём в истории, мы даны миру, чтобы преподать ему урок. Ну, это сложный вопрос. Это действительно уже философия истории. Я, пожалуй, не готов идти к Чаодаеву. Это можно, но это предмет совсем другого разговора. Разговора о путях России, в целом исторических путях России. Не будем забывать, что это переписка знаменитая, всем памятная. Велась, в общем, по-французски, да? И что знаменитые, зацитированные до дыр слова Пушкина, что я не хотел бы иметь иной историю, кроме той, которую Бог дал нам, они написаны по-французски, на самом деле. А цитируются все в переводе. Так вот, это отдельный вопрос, очень сложный, действительно болезненный, но, во всяком случае, он большой вопрос. И тут, возможно, действительно, очень же всякие широкие обобщения. Разговор же о состоянии исторического сознания именно сегодняшней России, мне кажется, может быть сведен гораздо более простым вещам. Действительно, из-за таких 70 лет коммунистического вранья, из-за последующей чехарды реинтерпретаций, у людей совсем отсутствует вообще представление о том, что существует какая бы то ни была истинность в истории. Что она может быть написана так, а может быть совсем наоборот. Просто вообще совсем наоборот. Вот так или наоборот. И в этом мы, к сожалению, сильно отличаемся от других стран. Я не хочу сказать, что там люди хорошо знают свою историю, ничего подобного. Там это тоже набор каких-то ярких картинок, клишей, нескольких имен. Но есть вещи очевидные. Крайне странно было бы считать, что то ли была Куликовская битва, то ли не было, у нас говорят. И, пожалуйста, миллионы людей с удовольствием это читают. Ну, представьте себе, что то ли была битва при Гастингсе, скажут англичанам, то ли ее не было. Ну, это же нонсенс, да? Есть вещи, которые не сдвигаются. У нас таких вещей, к сожалению, нет. У нас подвержено пересмотру абсолютно все. Это болезнь. Это форма болезни. Да, я согласен, что именно вот на этом нашем вакууме возникает Фомин Коносовский, вся эта новая хронология. Не знаю, я вот для себя пытаюсь это объяснить. Думаю о том, что у нас вообще очень короткая память. Хорошо, может быть, средний англичан и француз тоже не так твердо знают собственную историю. Но вот, скажем, история семьи, история своего города, история места, она гораздо больше прописана. Вот я, скажем, там нахожу вот этих вот следов, привязки людей, да, к месту там, какие-то скамеечки даже там, не знаю, в Нью-Йорке, уже, казалось бы, у американцев короткая память. Но в Нью-Йорке, в Центральном парке стоят скамейки, где написано, в каком году кто их дал. Висят эти таблички. У нас эти таблички, естественно, вандалы отодрали бы очень скоро. И вот это вот чувство, что все появилось, как будто вчера, такой некой первозданности и хаоса мироздания, оно не отпускает. Ну, опять-таки, дома наши. Какой средний возраст дома в российской деревне? Я уж не говорю там сравнить, там, я не знаю, с итальянской деревней где-нибудь, с испанской деревней. Это даже где-нибудь в Хорватии, в Чехии. Просто средний возраст дома выше. Ну, да, нет. Но у нас трагическая история, разумеется. У нас чудовищное разрушение в результате войн. И у нас, разумеется, очень трагическая социальная история, потому что миллионы людей срывались с мест и теряли корни. Миллионы семейных архивов погибло, миллионы семейных библиотек сгорело в печке буржуйки и так далее, и так далее. Разумеется, документы потеряны, люди боялись вспоминать родственников, специально их забывали. Это действительно трагическое наследие нашей, ну, вообще истории, конечно, в целом, но и, мне кажется, XX века специально. Да, это очень плохо, и, в принципе, это может очень медленно, может нарастать обратно. Вот я несколько лет составил в жюри конкурса детских работ по истории, который проводил общественный мемориал. И там поразительным образом год за годом первые места занимали работы, написанные детьми, ну, старшими школьниками, из одной и той же деревни. Вы не поверите, эта деревня – новый Курлак, находящийся в глубинах, если я не ошибаюсь, Курганской области. Потому что там учитель местной школы, просто будучи энтузиастом, просто побудил детей интересоваться историей села, названий, домов. И дети заинтересовались и написали массу, огромное количество невероятно интересных работ. Так что, в принципе, это можно, но это действительно для этого требуется некоторое самостояние, ощущение, что вот... Ну да, это твоя история. Это твое, это важно, да. А у нас действительно это есть, ну, наверное, есть у людей, которые считаются аристократами, а просто у обычного человека этого ощущения нет. Даже кладбище, Сергею Аркадьевичу, так сказать, ну, стыдно сказать, но состояние наших кладбищ, и, собственно, возраст, средний могил, сравнивая, да не буду я даже какие-нибудь там, братья, не знаю, древние так, английские какие-нибудь кладбища, просто наших соседей восточноевропейских, эстонцев взять уж, казалось бы, тоже, переселяли, выгоняли туда-сюда. Вот, поляков, там просто гораздо более ухоженные могилы и гораздо более старые даты на них изображены. Да, да, это правда, и это, пожалуй, наверное, даже это старше, чем большевизм и нанесенные им травмы, потому что вот я так случился, только вчера прочел у Лескова в рассказе «Запечатленный ангел», когда англичанин говорит, что вот у нас в семье хранятся реликвии как-то из поколения в поколении, ну, говорит, а русский отвечает, что, а у нас полное ощущение, что Россию это вчера как-то наседка под кустом снесла, как-то каждый день по новой наседка под кустом снесла. Да, так что это действительно, видимо, даже глубже, но тем больше проблемы, которую надо решать. Ну да, и тем больше запрос на, соответственно, историческое знание, потому что, опять-таки, возвращаясь, спасибо деду за победу, это, ну, с одной стороны, все это очень попсово, я считаю, как и Георгиевский, Леночкин, с другой стороны, нельзя отрицать массового, такого народного запроса на хоть какие-то, вот, да, реперные точки, да, на точке опоры в памяти, на что можно было бы встать. Ну, это прекрасно, нет, само по себе, это, ну, это светлое чувство, хорошо, хорошо, что хоть чему-то кто-то благодарен, но просто, действительно, это слишком примитивная вещь, да, она слишком простая, она говорится в один такт, хочется, чтобы было еще немножко больше тактов, да, хочется выяснить, что, что, да, вот, помимо Берлина было еще что-то, да, был, была Катынь, была Вязьма, был Харьков и так далее, и так далее, да, были заградотряды, в общем, было много всего разного, да, и была ссылка народов, и была последующая высылка Сталином всех инвалидов на остров Валаам, да, вот, вот, да, спасибо за победу, вот вам спасибо за победу, он их всех выслал с глаз долой, потому что они портили вид, этот вот товарищ Сталин, в честь которого сейчас собираются странировать. Да, в честь которого переименовывают город. Историк Сергей Иванов у нас сегодня в гостях, вернемся после небольшого перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология» студии Сергей Медведев, сегодня наш гость Сергей Иванов, историк, профессор высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук. Профессия историк, в чем ее особенности, в частности, в России? Вопрос такой, Сергей Аркадьевич, о истории государства, ведь сейчас у нас закончился 12-й год, который был объявлен президентом Медведевым годом российской истории. Вы это как-то заметили, как профессиональный историк? Ну, я участвовал в двух конференциях, поэтому в этом смысле заметил. Но в целом, конечно, нет, ничего, на самом деле, особенного не произошло, да и непонятно, что такое, что такое год истории. Это же было привязано не только к никем не оспариваемой дате наполеоновского нашествия, но и к уже совершенно мифической, дикой дате 1150 лет российской государственности, что, конечно, у серьезного историка не может вызвать ничего, кроме улыбки. Это призвание варягов. Да, при том, что нам запрещено, давайте говорить про варягов запрещено, а однако, тем не менее, к дате, к этой мифологической, мы каким-то образом привязываемся. Ну да, нормандская теория, она же вообще достаточно вещь такая шаткая. Вот это как раз тот пример со собственной конструированием памяти. Да, я не очень понимаю, честно говоря, откуда такая диосинкразия к нормандской теории. Она же утверждает вовсе не то, что, как-то все сделали норманны. Ну, в конце концов, достаточно посмотреть на имена русских князей первых. Ну, вот был Игорь и Ольга, да, ну, все же люди, даже не лингвисты, с легкостью в этих именах опознают Ингвара, да, и Хельгу. Ну, понятно, что это скандинавские имена. Они, эта пара, родила мальчика. Этот мальчик, они, эти два человека, Игорь и Ольга, поняли, что у них родился славянский мальчик. Они дали ему имя Святослав. Да, это произошло в середине X века. Ну, что ж тут непатриотичного? Эта династия за полвека совершенно ославянилась. Ну, и прекрасно. А что ж плохого-то в этом? И что непатриотичного в этом? Это удивительно. Византийский император Константин Баглинародный дает, ему рассказывают очень подробно, как Русь ходит, значит, вот в Константинополь торговать, да, этот путь из варяг в греки. Он честно записывает названия Днепровских порогов. Каждому порогу он дает два названия. Он говорит, по-русски это называется какой-нибудь Ульфорс. А по-славянски, говорит он, ну, это называется там Ниниспи. Вот. Он честно это записывает. У каждого порога два названия. Ясно, что употребляется и то, и другое. По-русски это значит по-скандинавски. По-русски это значит по-скандинавски. Константин Баглинародный тут не врет. Ему, как сказали, он так и записал. Ну, тут нет предмета для спора. Это ерунда. Все остальное чистое политиканство. Так что тут нету ничего ни сложного, ни непатриотичного. Это нормальное начало многих государств. Ну, да. Но в то же время происходит, как мне кажется, у нас очень сильная такая селективная зачистка истории. Да, выбирается некие вещи непротиворечивые, из которых создается исторический миф. Вот, да, невзирая на этот год российской истории. Ну, скажем, никак совершенно не было отмечено за исключением, там, не знаю, показа фильма Гроссман годовщина 37-го года, репрессия 37-го года. Тоже часть национальной истории. Вот, и я считаю и годовщина революции октябрьской тоже практически она у нас вытравлена вот этим тоже достаточно умышленным праздником, да, 4 ноября. Да, ну, у нас же вообще и в сущности же Ленин хотя лежит в мавзолее, но проблема большевизма никак не обсуждается, да, в отличие от Сталина, который у всех на устах, при том, что ни одного памятника его нету в России, с Лениным все наоборот, памятники стоят, а в общественной дискуссии Ленин и вообще проблема того, что произошло в 17-м году, не обсуждается совсем, да, все политические движения, включая коммунистов поразительным образом, в общем, Ленина не тащат с собой, у них Сталин главное, и это очень само по себе интересное, интересное, интересное явление. А как вы это объясните? Почему такая, так сказать, вот табуированность, почему обходят фигуру умолчания? Ну, как вам сказать, значит, сейчас в спросе, так сказать, этатизм, да, ну, государственный патернализм, государственный патернализм, который имеет, говорят, Сталин, разумеется, имеют в виду, не один человек из тех, которые говорят, что надо Сталина, не имеют в виду, что надо Сталина. Все имеют в виду, что надо как прибрежними. Как прибрежними, но только чтобы не стыдно было, потому что прибрежними это стыдно было, да, но зато кушать давали. И не надо делать, ничего было, и как-то ответственности не было никакой на тебе, на самом. Ничего от тебя не зависело, и вроде чуть-чуть подкармливали. Но надо это осветить героическим обликом. А героическое это Сталин. Мы от Сталина отрезаем, оставляем победу, заметаем под ковер великий террор, и вот получается у нас такая замечательная патерналистская, это значит такой пастиш. Вот этот пастиш решительно никак не связан с той великой проблемой, которая, собственно, привела к большевистской революции. Революции просто так не случаются. То чудовищное, невероятное, что та судорога, которая случилась с Россией в начале 20 века, является следствием очень серьезных каких-то внутренних глубинных перекосов, вещей, которые, может быть, до сих пор не избыты. А вот это как раз совсем не обсуждается. Другая, крайне сказать, да, замечательно, конфетки, бараночки, царь, царь, батюшка, отлично все было, да? Государь-император при это освящении очередного собора. И опять заметается под ковер, что... То есть это мифология 13-го года, которая сейчас до 100-100 столетия. Если бы все так отлично было в 13-м году, не было бы 17-го года. Но мы же с вами все-таки достаточно уважаем Россию, чтобы повторять, как попки, что пришли какие-то плохие люди, и этим плохим людям, которых было немного, да, кто бы они ни были там, да, кто бы они, англичане, да, вот английская разведка, ли, евреи, ли, кто бы это ни был, чтобы им удалось вдруг задурачить мозги 150-миллионному народу. Ну, это же абсурд, ну, это же всякому понятно, что абсурд. А не обсуждается, а опять заметается под ковер. Еще, по-моему, табуирована с темой революции как таковой, что боязнь революции во власти, соответственно, под это дело попадает и 17-й год, не только оранжевая революция в Украине и Грузии, но и наш собственный 17-й год. Да, может быть, может быть, и это тоже. Потому что вообще-то, по большому счету, я считаю, так сказать, да, страшно, трагично, как и французская революция 1789 года, но это то, с чем мы вошли, вломились с треском в мировую мировую историю и сформировали в большой степени 20-й век. Вот, это наш взрыв авангарда, русская революция, большевизм, вот этот вот красный взрыв. И все это, как бы, табуировано. И создаются, не знаю, какие-то очень странные такие вот, то, что мы обсуждали с этим шестидневным переименованием Волгограда в Сталинград, вещи какие-то совершенно, простите меня, ублюдочные, всякие, так сказать, колоризованные фильмы, так сказать, это шутка, это просто так, эксперимент, ну, ну да, ну. Это же, это же, мне кажется, тот образ исторической памяти, такой кастрированной исторической памяти, который нам хочет, который нам предлагает власть. Как те самые георгиевские ленточки. Мне кажется, вот эта георгиевская ленточка, снова и снова я поднимаю эту тему, потому что они, собственно, не уходят никуда с машин, люди их освежают, увешивают, сейчас опять будет 9 мая. Я вот пытаюсь понять, но ведь это то же самое, что на 6 дней переименовать Волгоград. Вот повесил ленточку и все в порядке. Да, ну, должны ли мы в этом обвинять именно, так сказать, искусство современное, я не знаю. Ну, по телевизору нам показывают много разного. Восприятие избирательное, но, вообще говоря, тот, кто хотел бы доказать, что в России, например, происходит досталинизация, мог бы сослаться на сериалы по Шаламову, по Солженицыну, это все было. Не то, что у нас же все-таки действительно не коммунистическая власть теперь, которая, так сказать, сугубо приказывает точно про что, как говорить. У нас, собственно, отсутствует этот официальный дискурс, как бы отсутствует, да, и поэтому происходит некоторый такой хаос и хаотическое выбирание, выстраивание этих исторических нарративов. Это действительно, как вам сказать, это похоже на нарастание дикого мяса, да, вот при незашитой ране. Она буграми растет. Ну да, и мне тоже кажется такой вот запрос на историю псевдоисторизма, даже в архитектуре нынешней, да, вот, скажем, Лужковская Москва, это некий парафраз того, что вот было там, скажем, сто лет назад, мы тут говорили в этой же студии с Владимиром Паперном, он говорит, а это то же самое, что вот такой вот псевдоисторизм вот этого позднего модерна, такой шехтелевской, такой купеческий модерн. И тут тоже вот царицыны вот восстанавливают, там дома с башенками строят. Это действительно довольно ужасно, но я думаю, что практически неизбежно, но это идет волнами. Бывало такое и в западной архитектуре, в конце концов. Я понимаю, что нам сегодня кажется Лужковская Москва очень безвкусной, но мне кажется, что архитектура 20-х годов с какой-то точки зрения является тоже чудовищно безвкусной, да, а, соответственно, теперь уже вроде как она подернула с Патиной благородство некоторого исторического. Ну да-да-да, памятники, памятники авангарда. Вы знаете, последняя большая тема, о которой хотелось бы поговорить, это вообще, как вы оцениваете состояние культурного пространства, состояние гуманитарного знания. Потому что вот Александр Архангельский несколько месяцев тому назад произнес очень интересное слово разгуманитаривание. Вот мы с вами тоже как представители вот этой гуманитарной сферы. Вы видите, что что-то происходит в этом направлении. То есть вообще отрицается как таковая ценность гуманитарного знания и главное его релевантность для нынешних наших политических и социальных дилемм. Вы знаете, ну, наверное, по сравнению с застойными временами, да, по сравнению с брежневским временем, да, и по сравнению с 90-ми годами, когда гуманитарии как бы маргинализовались в материальном отношении, но однако, тем не менее, у них еще была там некоторая возможность там докрикивать какие-то важные вещи, которые они не успели выкрикнуть. 80-е. Действительно, престиж гуманитарного знания снизился. Очень низок, разумеется, престиж гуманитарного сообщества именно как профессионального сообщества. Вот уважение к экспертному знанию чрезвычайно низкое. Вот это правда. И именно поэтому возможны всякие идиотские дискуссии по всяким несуществующим якобы историческим проблемам ровно от того, что голос специалиста ничуть не громче, чем голос любого профана. Да, вот общество не верит ни в каких экспертов. Это так. С другой стороны, тем не менее, надо сказать, что все-таки престиж, в целом, даже не престиж, а самосознание такие класса интеллигенции никуда не деваться, не деться, все равно остается выше, чем социальный престиж их собратьев в западном мире. Потому что все-таки там это не более, чем профессиональное сообщество. Интеллектуалов. Интеллектуалов. А здесь это все-таки больше. Это все-таки группа, про которую более или менее общество с какими бы то ни было проклятиями в их адрес, тем не менее, с чертыханиями, тем не менее, признает некое как-то право печаловать за происходящее. То есть выходить за пределы профессиональной компетенции. Мне кажется, что это любопытное явление. Я думаю, что оно, наверное, кончится со временем, но пока еще не выветрилось вовсе. И оно, конечно, уходит корнями гораздо глубже, чем в советскую интеллигенцию. Она уходит корнями, конечно, практически даже в XIX век, в значинство, конечно. Ну, последствия петровской модернизации, в общем-то, такой образованный класс, который, с одной стороны, при государстве, с другой стороны, оторван от народа. А при этом печалуют за народ перед властью, перед жестокой властью, а одновременно эту власть боится по одной причине, а этого народа, за который печалуют, боится по другой причине. Так что это действительно межуумочное положение, очень давняя история, но получилось так, что эта инерция по-прежнему действует и сегодня. Мне кажется, мы этого недооцениваем. Вот так, не исчезло еще. То есть, существуют институции от газет до институтов, университетов, телеканалов, которые это воспроизводят. Ну да, как-то, ну почему-то, ну я не знаю, ну вот побили журналиста Ревзина, ну, одновременно же побили десятки других людей. Почему же, при всем сочувствии к журналисту Ревзину, почему это становится новостью на телеканале? Кто-нибудь задумывается? Ну вот потому что журналист важная профессия такая. Ну потому что, да, на телеканале подобные-подобные люди и мы говорим о себе подобных воспроизводим. Да, это очень интересное явление, да, и какие бы стянания ни звучали по поводу того, что нас не слушают, нас перестали ценить, мы, это с чем сравнивать? Ну, с прошлым, нашим собственным, да, меньше. Если сравнивать с теми странами, на которые мы обычно ориентируемся, то по-прежнему все еще гораздо больше. Если посмотреть на тех, кто идет за нами, да, посмотреть на, со школьниками, да, вот вы детские работы сейчас читаете, вы преподаете, сейчас высшие школы экономики в РГГУ преподавали, в МГУ, да, в Санкт-Петербургском, помню, вы тоже профессор. Вот, ваш опыт общения со студентами, а остается ли вот этот вот уровень гуманитарного знания, уровень фонового знания, интерес к истории и вообще к свободным искусствам, истории в том числе. Ну, да, тут есть большие проблемы. Я не склонен рвать волосы на себе вслед за многими моими коллегами, что вообще ничего нету, ничего не умеют, ничем не интересуются и так далее. При этом я признаю, что действительно эпоха интернета и вообще вот то, что мы переживаем сейчас, действительно создает клиповое сознание, действительно отучает читать книгу, отучает читать книгу подряд, да, отучает думать, потому что можно очень легко произвести даже не то, что они даже не понимают, что это плагиат, да, команда копипейст не воспринимается ими как плагиат, но я же нашел, я это запейстил, как они это любят говорить. Вот, это есть, это серьезная вещь. С другой стороны, я меньше от этого страдаю, чем, наверное, другие мои коллеги на массовых, так сказать, исторических специальностях и на больших поточных аудиториях, потому что я всегда учу в маленьком классе. Моя группа, это всегда не больше 10 человек. И с 10 людьми всегда существует контакт. И когда нас 10, человек глупо пытаться мне впарить работу, которая сделана копипейст. Это просто невозможно. То, как я формулирую темы курсовых работ, исключает возможность найти где-нибудь готовый ответ в интернете. И в этом смысле те люди, которых учу я, удовлетворяют меня. Я вижу вполне вырастающую смену. А, ну, малая закваска квасят все тесто. Они выбирают дальше? Многие ли из них выбирают гуманитарную эстезию? Ну, нет, не многие, но нас многое не нужно. Ну, куда же нас девать много? Во всяком случае, в моей профессии точно много людей не нужно. Их столько, сколько нужно. Не то, что есть провал. Вот бывают ситуации, бывают эпохи, когда существовали провалы в какой-то специальности, и это действительно потом очень тяжело восстанавливать. И я слышал, что вот есть такие сферы, где, например, массовая эмиграция ученых нанесла непоправимый ущерб именно отечественной науке. Там какая-то эндология, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Ну, в общем, какие-то специфические узкие сферы знаний. Но вот к моей сфере это, по счастью, не относится. Византиноведение, на мой взгляд, находится в неплохом состоянии, и я вижу достаточное количество увлеченных и талантливых молодых людей, которые, ну, достаточно для нашего небольшого цеха, которые хотят этим заниматься. Ваша специальность византиноведения, здесь есть какая-то опасность политизации, что, так сказать, используется опыт византийской империи, тот же цезарепапизм и так далее. Ну, не то, что существует, она практикуется и как-то каждый день я слышу и читаю какую-нибудь очередную абсурдную вещь, ну, не говоря уже про безумный фильм одного клирика про Византию, гибель империи, который вызвал невероятный резонанс, совершенно в сети была совершенно просто буря восторгов по этому поводу. Это как-то совершенно, что называется, вмастил этот фильм. Он вмастил ровно, потому что он вышел в нужный момент, когда были колебания в выборе пути, так сказать, и вот он был как раз в нужный момент появился. Так что спекуляции на Византии происходят постоянно и будут происходить дальше, конечно. И, разумеется, тут ползучая клирикализация очень тоже представляет собой большую опасность для нас, именно для нас, потому что, когда три года назад какой-то человек грозил мне судом за то, что я оскорбил одного византийского богослова, я только смеялся, да, а теперь уже я, пожалуй, перестану смеяться. Да-да, когда у нас цитируется Трульский Лалдукийский собор. что действительно в тексте приговора, то это уже перестает быть смешным. Поэтому эта опасность есть, да, но для России она особенно велика, видимо, даже больше, чем для Греции или для любой другой страны византийского круга. Ну, что же делать, профессиональный риск, будем с этим бороться. Византийский компонент вообще существенен в генетическом коде российской власти, в том, как она самовоспроизводится век за веком. Нет, византийский код важен в генезисе русского православия, несомненно. Вот православие русское, несомненно, выросло, ну, с большими какими-то оговорками, выросло из византийского, и общество, которое воспитывалось русской церковью, воспитывалось так, а не иначе, в значительной степени, по образцу византийского православия, где были свои представления о том, что такое спасение, как оно осуществляется, и так далее. Не будем сейчас входить в этот сложный разговор. Но что касается византийского государства, вот тут, по-моему, влияние было минимально. То есть были какие-то цацки, ну, внешние абсолютно проявления. Ну да, двуглавые орелы все. двуглавые орелы, которые на самом деле не византийские, австрийские, и шапка Мономаха, которая является не Мономаха, а является, как известно, ханским головным убором, но была названа, так сказать, в честь византийского императора. Это все вещи поверхностные. Ну, какие-то слова говорились, и так далее. А идеология священной державы, вот то, что вот этот цазарь и папизм, отсутствие разделения духовной и светской власти. Нет, меня все время про это спрашивают, и я все время отвечаю, что я не вижу этого сходства. На самом деле власть на Руси, ну, княжеская власть, а потом и царская, изначально похожа скорее на варварских королей Западной Европы. Они отвечали за то, чтобы не было градобития, чтобы это как-то телят было побольше, чтобы злаки росли. Они должны были доказывать свою верильность. Они были настоящие мужчины, они шли в бой перед своей дружиной. Ну, вот что такое князь в Европе. А византийский император это верховный бюрократ. Он на поле боя почти не ездит. Его трогать руками нельзя. У них же почти половину их истории не было закона престола наследия. То есть, там же даже не было вот этого идеи, что у него должно быть много детей, значительную часть их истории. То есть, византийская власть уходит корнями в совершенно другие средиземноморские... Она родственна восточным эллинистическим монархиям, она вырастала на библейских каких-то идеях о власти, но она почти ничего не могла дать той молодой растающей на гигантских холодных пространствах в Восточной Европе державе как Русь. Поэтому заимствования были, но они были... Мне кажется, они глубоко не пошли. То есть, это пример той же самой идеологизации прошлого и вот это все Москва-Третий Рим и историческое восприемство от, так сказать, Великой Евразийской империи. Вы знаете, Москва-Третий Рим об этом действительно вспомнили. То есть, во-первых, ну, надо сказать сразу сначала, что, значит, вот когда Софья Палеолог выходила замуж за Ивана Третьего, то это не только же не было никакой там передачи византийского наследия, а это была дипломатическая комбинация папского престола, да. Это они хотели вовлечь Московию в коалицию против Османской империи, а Московия тогда этого решительно не хотела, совсем не хотела, да, и в течение длительного времени греки все им твердили, что вы, вы наследники цесаря, вы наследники, а им это было неинтересно поначалу, им было неинтересно это. Ну, в Москве где Святая София? Ну, почему не называли детей Константинами? Ну, не было этого, да. Вот ведь в Москве не было, во Владимире были золотые ворота, и в Киеве были золотые ворота, а в Москве где золотые ворота? Не построили, ну, потому что в Москве это было неважно тогда. И идея Москвы Третьего Рима носила эсхатологический характер, да, ей немножко игрались, чуть-чуть поигрались в 16 веке и забыли. Про нее же никто не помнил в течение 250 лет, пока в середине 19 века про нее не вспомнили, уже когда встали совсем другие задачи, когда Россия уже пошла завоевывать, расчленять Османскую империю, вот тут она вспомнила про все про это. А Карамзин вообще во всей истории ни разу не вспоминает, что Москва Третьий Рим. Это же очень искаженная на самом деле идеологема, да, это правда. Ну да, еще один пример такого исторического конструирования, политического конструирования прошлого, и вот то, с чем, собственно, все наши школьники и сталкиваются. Последний вопрос. История, в историю встроена этика? Нет, конечно же нет, она в нее не встроена, но мы не можем совсем отрешиться от наших этических представлений, да, мы неизбежным образом как-то привносим элемент этической оценки, ну, ну уж так вот получилось, да, мы говорим, что жестокий правитель, ну, ну да, по его, по, значит, критериям его времени он был нормальный правитель, да, конечно, по возможности надо от этих оценок избавляться, но если кто-то был все-таки более жестокий, а кто-то менее, то мы тоже имеем право это сказать. Ну, да, я здесь немножко в другом смысле говорил уже в завершении самой нашей передачи, скажу, история как таковая, она обладает этической ценностью сама по себе, вот мы с вами говорили, вы сейчас в высшей школе экономики знали кафедру истории на факультете филологическом, пока она еще не создалась, ну да, да, если будет создана кафедра византийской литературы и истории. И здесь я в связи с этим вспомнил, так сказать, тот авторитет, который у нас был Сергей Сергеевич Аверенцев, который этим занимался. И я вот вспоминая имя Аверенцева и вспоминая такие фигуры, как, я не знаю, Лотман, Мамардашвили, я понимаю, что вот у нашей интеллигенции, в отличие от интеллектуалов, было всегда очень сильно этическая составляющая. Помимо чистого знания, такого картезианского рационального знания, в нашей традиции очень сильны были вот идеи, что, так сказать, человек является неким этическим эталоном, хранителем нравственности. И вот мне бы очень хотелось, чтобы это сохранялось, продолжало сохраняться у нас, и чтобы история наша тоже в данном случае не была некой служанкой на побегушку у власти, а задавала некий такой верховный этический камертон. Было бы неплохо. Ну что же, благодарю вас за участие в этой передаче историк Сергей Иванов. Это была программа «Археология». Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи!